Кинжигулька и Никешева работают врачом уже больше 40 лет. Изначально начинала она как педиатр, но 20 лет назад решила взяться за новое для себя направление – УЗИ-диагностику. Сейчас она на пенсии, но трудится в Роколыхской региональной поликлинике врачом-рентгенологом. Для меня интересно было, поэтому я перешла в рентгенологию, хотела поработать врачом-рентгенологом. Детским рентгенологом началась сейчас общая. Что самое сложное, как вы считаете, в вашей работе? Ну, диагностировать, конечно, это же диагноз ставится на основании, вот, оперировать человека. И диагноз ставить, конечно, тяжелее. Сказать, что что-то, заключение, играет роль, опыт. Очень скромно получают медицинские работники свои награды. Очень скромно. Кинжигулька и Никешева в числе тех, кого пригласили на торжественную встречу с Акимом Устанайской области по случаю Дня медицинского работника. Почти 50 человек были награждены медалями, нагрудными знаками, грамотами и благодарственными письмами. Как отметил глава области, в последние годы в развитие отрасли здравоохранения региона вложено немало денег. К примеру, в прошлом году было приобретено медицинское оборудование на 1,9 миллиарда тенге. В этом выделено еще 2,2 миллиарда тенге. Но самое важное, подчеркивает Архимед Мухаммедов, в регионе решается проблема дефицита кадров. На сегодняшний день для привлечения сельского места 90 врачей из средств областного бюджета выделено 135 миллионов тенге на выплату подъемных пособий каждому по 1,5 миллиона тенге. Также мы привлекли спонсорские средства в размере 100 миллионов тенге для выплаты подъемных пребывающим в города специалистам. За счет программ «Земного села» и «Имбек» в регион будут привлечены еще 50 специалистов. В результате в этом году мы ожидаем прибытия в область порядка 300 врачей. Помимо вручения премии и наград, на сцене областной филармонии хореографические и вокальные коллективы представили праздничный концерт. Диара Хмельчин и Татьяна Калюжная, РТН